А ну-ка давай-ка, плясать, выходи, ай! Всем привет друзья! Вы догадали А ну-ка давай-ка! И мы отправились в путешествие на остров Пхукет. Да ребята, мы с пушистиками находимся в удивительном королевстве Таиланд. Королевстве? Тут есть король? Да Мурочка, тут есть самый настоящий король, принцы и даже принцессы. А что это шумит? Мы не случайно приехали на этот пляж. Это пляж с самолетами, которые заходят на посадку прямо над нашей головой. Ух ты, такого никогда не видела. Мамочка, как страшно, они точно на нашу не упадут. Точно, Пупсенька, не волнуйся. Смотри, там еще один. Вот, Пупсенька. Так низко везетных самолетов я еще не видела. И писька, и столько тоже еще не ела. Название этого пляжа Майк Хауа и находится он возле национального аэропорта острова Пхукет. Самолеты садятся примерно каждые 10 минут. Поэтому можно успеть сделать классные фотографии. А наши фотографии с поездки вы можете увидеть в инстаграме. Так что переходите по ссылочке и подписывайтесь. А мы отправились на слоновью ферму. Здесь живет много слонов разного возраста. И когда кто-то к ним приходит в гости, они катают гостей на своей мощной спине. Ой, а куда делась Пупсенька? Она сказала, что некрасиво приходить в гости с пустыми руками. И пошла купить что-нибудь вкусненькое для слонов. Хм, интересно. Ребята, а вы знаете какие вкусняшки любят слоны? Пишите свои варианты в комментариях. А за правильные ответы получайте от нас сердечко. Уф, уф, я вот тут. Ой, а можно я покормлю слонов пупсеными вкусняшками? Конечно можно. Пошли со мной. Мистер Слон, держите ваш банан. Спасибо. А для этого слона у нас что-нибудь есть? Конечно есть, сейчас. Ой, Ань, он подумал, что я его вкусняшка. Держи меня. У вас есть еще бананчик? Вы уже съели свой. Теперь ваша очередь. Вот, держите. Ау, спасибо. Ой, у вас такой нос мокрый. Вы что, заболели? Ань, у меня же тоже мокрый нос. Все в порядке. Да, ты права, но этот хобот просто какое-то чудо. Слон так прикольно им двигает и просит еще вкусняшку. Дай-ка я на тебя поближе посмотрю. Не каждый день удается познакомиться со слоном. Вау, какой красивый глаз. Такой маленький и милый. А кожа немного шершавая, но очень приятная на ощупь. Ань, а слоны когда-нибудь потеют? Я думаю, что да, но редко. Они в основном охлаждаются за счет своих ушей. А когда слону очень жарко, он может полить себя водой из хобота. Ребята, в общем мы покатались на злонах. Но было немножко страшновато снимать. Поэтому поверьте мне на слово, что на этих огромных слониках кататься под джонглем одно удовольствие. И нам на ферме очень понравилось. И надеюсь, что когда-нибудь мы приедем сюда еще. А сейчас мы отправляемся на водопад. Написано Waterfall. Это значит водопад. Значит мы приехали правильно. Ну что пашистики, вы уже разобрались куда нам идти? Мы тут стояли и думали, может мы устроим небольшой челлендж. Кто первый найдет водопад, тот получит какой-нибудь приз. Ну давайте попробуем. Ну вы даете, что-то мне кажется вы немножко сговорились. А что, у нас 4 первых победителя. А значит 4 и приза. Только 4 первых победителя не может быть. Да и водопад ваш какой-то маленький. Ань, а может тогда этот водопад подойдет? Я и выиграл в нашем челлендже. Мне кажется, это вряд ли можно назвать водопадом. Белка, китай свои водопады, беги сюда, я тут такое нашел. Малыш, подожди немножко, уже бегу. Смотрите что я нашел, тут целое озеро рыбы. Можно устроить классную рыбалку. Да, рыбы действительно много. Но малыш, у нас же нет с собой ни удочек, ни крючков. Вообще ничего рыбацкого. Эй, не волнуйся, я же кот. Сейчас покажу как надо ловить рыбку. Сначала нужно добрать воздуха и вернуть в воду. Так, теперь моя очередь. А куда там есть рыбки? А-а-а, вы где? Мне кажется лучше не шуметь, тогда они приплывут обратно. Хорошо, давай тогда ловите шопотом. Я думала, нужно как-то замаскироваться, чтобы рыбки не обращали до меня внимание. И я их славил. И у тебя есть идея? Чтобы славить рыбку, нужно быть как рыбка. Поэтому я придумал классную песню. Кушай, я рыбка, 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 я вовсе не кошак. Классно получается, давай еще. Рыбка, 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 я вовсе не кошак. Ой, что-то не сработало. У меня есть другая идея. Давай попробуем славить их в четыре лапы. Раз, два, три. Ух, опять не получилось. Может сегодня не на день? Поплыли наверх? Поплыли, давай в ведре. Будет полегче рыбачить, чем здесь. Да, Малыш, ты прав. Не расстраивайтесь, может у нас еще и получится кого-нибудь словить. Но я рыбачить больше здесь не хочу. А вот прогуляться по этим джорелям я бы не отказался. Хорошо, давай ты пойдешь прогуляйся, а я попробую что-нибудь поймать. Только далеко не уходи. Хорошо, а ты далеко не заплывай. С помощью маскировочной песни и супер приема в четыре лапы нам не удалось поймать рыбку. Слушай, а у нас есть какая-нибудь еда? Хлебочек или червячок? Рыбки же очень их любят. Мы бы положили их туда, на камушек. Рыбки бы приплыли, а мы бы их сплавили. Хотя они вряд ли заметили бы. Смотри, какая мутная вода. Да, и правда, вода мутновата. Может съездим туда, где почище? Почище? А это куда? В открытое море. Там вода чистая и прозрачная. И живет много-много рыбок. Ой, хочу, хочу. Малыш, Баффи, Пупся, идемте сюда. Мы отправляемся к рыбкам. Чтобы посмотреть на морских рыбок, мы сели на рыбацкую лодку. И поплыли в специальное место, где живет много разных рыбок. Ань, а что это за лодка рядом? Она плывет тоже посмотреть на рыбок? Ну, не знаю. Думаю, в море много разных мест с рыбками. Поэтому мы не будем друг другу мешать. Кстати, а где Андрей и малыш? Казится, я знаю, где они. Аня, Бурка, вы чего такие бедленные? Давайте догоняйте нас. Ю-ху! Ну, мальчишки, ну дают. Сели специально на скоростной катер, чтобы первыми приплыть к рыбкам. Вот мы и на месте. Самое время нырнуть и посмотреть, кто же живет в этой красивой лазурной воде. Мне кажется, тут должны жить очень красивые рыбки. Интересно, а что это за черная рыба? Если кто-то знает, напишите в комментариях. А вот эту рыбку называют хозяином коралловых рифов. И здесь их очень много. Настолько много, что если под водой посмотреть в направлении нашей лодки, то можно их не заметить. Много рыбок плавает возле судна из-за того, что они ищут что-нибудь вкусненькое. А как только находят, сразу же всем косяком отправляются к вкусняшке. Поэтому, если соберетесь так плавать, бутерброды с собой лучше не брать. Интересно то, что рыбки не стесняются подплывать близко. Настолько близко, что иногда удается потрогать их руками. Но это только тех рыбок, которые плавают практически на поверхности. А тех, которые плавают по дну, лучше не беспокоить. Иначе они могут укусить или причинить какой-либо вред. Мдааа, жаль только, что у нас удочки с собой нет. Так бы словили одну и запрали жить с нами. С нами? Видела я вашу дружбу с папиными рыбками. Хам и все. Ладненько, поехали дальше. Анют, а куда это мы приехали? Мы приехали в место, где живут обезьянки. И сейчас мы попробуем их покормить. Ой, смотрите, смотрите, одна слезает к нам. Как думаете, ей понравится наш банан? А, ты что, разговаривающая игрушка? Мы пришли угостить тебя бананом. Бананом? Нет, спасибо, у нас тут куча таких растет. А вот говорящую игрушку я в первый раз вижу. Интересно, а ты вкусная? Мурка вообще несъедобная. Мурка? Какое-то кошачье имя. Ну правильно. Ань, отдай кукурузу. Кукурузу хочешь? Убери, чего же ты? А эту мурку точно нельзя взять? Только кукурузу. Ладно, подождите, только не уходите, я сейчас, быстро. Ой-ой-ой, что там не страшновато? Не бойся, я тебя в обиду не дам. Сюда? Да, спускайся. Привет! Пресвятые Макати и правду говорит. Всего проспорила, уходи, это чурбайо. Говорящая игрушка кот, совсем с ума подходили. Может хотите все-таки банан? Ну ладно. А можешь и другу своему передать? Не-а, он у меня проспорил. Ань, а эта обезьяна не лопнет? Нет, Мурочка, сейчас я все объясню. У диких обезьян строгое разделение. Сначала кушает тот, кто сильнее, больше и главнее. А потом уже остальные. И я смотрю, у вас там еще всего много в пакетике? Что? И я, не, не, ничего, ладно, пойду. Стой, ладно, иди возьми что-нибудь. Что, правда? Иди давай, пока я не передумал. Спасибо, спасибо. О-о, кукурузка и вам спасибо. Блин, какие же они все-таки милые. Смотрите, кажется к нам кто-то еще идет. Представляете, как быстро они рассказали собратьям, где можно взять еду. Так, не понял, а где ваш кот? Держи банан. Спасибо. Эй, а ты еще кто такая? Ой-ой-ой, я Баффи, крыльчонок Баффи. Прикольно, крыльчонок Баффи, кот Мурка. А тебя как зовут? Ну, я Эрл, обезьяна Эрл. Хочешь кукурузу, Эрл? Хе-хе, как он прикольно кушает. Сейчас. Анют, давай еще угостим Эрла, чтобы он и другим разрешил покушать. Ну ладно, ладно, пускай спускаются. Эрл, подожди, возьми вот эту еще. Ах, ну спасибо. Ладно, сейчас малых позову. Нам сказали, вы тут вкусняшки всем раздаете. Да, правильно. Держи, милашка, кукурузинку. О, спасибо. Не стесняйтесь, подходите все сюда. Держи-ка, малышка. Всем достанется поровну. Вот это тебе. Хе-хе, у этой обезьянки такая очаровательная улыбка. Ее нужно пригласить рекламировать зубную пасту. Кроха, не бойся, иди сюда. Для тебя есть вкусненький кусочек кукурузы, который даст тебе много сил, чтобы прыгать по деревьям. И, конечно, для тебя у нас найдется сочный кусочек кукурузинки. Ань, у обезьянки еще придут? Я думаю, что да, но пока они устроились удобно на ветках и поедают полученные угощения. Ой, ой, извините, простите, я опоздал. Дайте мне две сразу. Держи. А может три дадите? Ну ладно, держи, можем и четыре. Не, это уже много, спасибо. Ничего себе, какая голодная обезьянка нам попалась. Подождите, подождите, мы тоже опоздавшие. Что вы тут раздаете? Кукурузу. Эй, не толкайся. Ты там в порядке? Да, нормально, только кукурузинка выпала. Держи еще одну. И ты держи, только в следующий раз не толкайся. А то твой друг своим прыжком даже нас немножко напугал. Это вы еще наши прыжки в джунглях не видели. Мы там такие скачки по деревьям устраиваем. Аж мурашки по коже бегут. А я всегда знала, что обезьяны живут весело. Скачешь по деревьям, кушаешь бананы. Можешь забраться на высокую гору и жить там. Не-а, не можешь. Жить там, где хочется. Если обезьяна зайдет на чужую территорию, как я сейчас, то ее попробуют прогнать. Ладненько, спасибо за угощение, я пошел. Я как любитель всяких челленджей, просто не могу тебе предложить обезьянам определить, кто из них самый быстрый. Давайте на счет три. Раз, два, три. Смотрите, я вижу какая-то обезьяна уже на всех парах мчится. Но кто же первый? Я, я первый. Держите ваши призы. Тебе один и тебе. Вы это видели? Вы это видели? Вторая обезьяна выкинула целый кусок кукурузы и взяла новый. Вот это она проказница. Хи-хи. Я кстати слышу хруст веток, кто же там идет? Мне кажется, я уже вижу эту большую обезьяну. Кстати, Ань, смотри, все мелкие обезьяны куда-то поразбегались. Ну правильно, пришел же вожак. Держи банан. Но думаю, этого для тебя будет маловато. Поэтому сейчас поищу, где-то осталась кукуруза. Ну все, еда у нас закончилась. Поэтому можем отправляться дальше. Следующей нашей остановкой будет очень интересное место. Мы находимся на вершине горы, которая является самой высокой на острове Пхукет. И расположен тут храмовый комплекс Биг Будда, в состав которого входит статуя Большого Будды, которую можно увидеть, кстати, практически со всех южных пляжей острова. В храме мы встретили вот такого котика, который помогал продавать мраморные плиточки, на которых сзади можно написать свое имя или желание. И эта плиточка будет использоваться для отделки храма. А это изображен Будда согласно дням недели. Считается, что конкретный день недели при рождении наделяет вас особыми качествами этого дня. Я вот родилась 3 февраля 2017 года, и это была пятница. Значит, по буддистским канонам это день созерцания. А вы знаете, в какой день недели вы родились? Если да, напишите в комментариях. Строительство храма Большого Будды началось в 2009 году и до сегодняшнего дня не закончено. Дело в том, что храм возводится только за счет пожертвований. А это не быстрое дело. Ну, вот так вот пролетел наш прекрасный денек. Мы с пушистиками получили колоссальное удовольствие от поездки. И очень надеемся, что вам понравилось наше видео. Совсем скоро выйдет вторая часть с поездки. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok